Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English. Мы с вами изучаем английскую грамматику для начинающих. Мы с вами работаем над вашим базовым уровнем английского, которого вам хватит для того, чтобы разобраться хоть как-то в этом непонятном пока что ещё английском языке. И я вам в этом с радостью помогаю. Сегодня мы говорим об очень важном английском глаголе. Глаголе это глагол have. Я думаю, что вы уже раз 100-500, наверное, встречали этот глагол, друзья мои, встречали его в разных вариантах. Сегодня мы поговорим о двух наиболее популярных случаях, когда глагол have встречается. Это связка have got и have, когда он является частью устойчивых выражений в английском языке. Есть ещё несколько вариантов использования глагола have, но о них мы подробно сегодня говорить не будем. Итак, have в значении иметь, владеть. Например, я хочу сказать, у меня есть машина. Фраза у меня есть англоговорящим человеком воспринимается так. Я владею машиной. И говорят они об этом помощью глагола have, но двумя способами. Можно сказать I have a car, можно сказать I have got a car. В чём разница между этими двумя вариантами? Мы с вами подробно уже говорили об этом, так что сейчас это скорее повторение, друзья мои. Итак, по смыслу фразы I've got и I have в общем-то одинаковы. Обе фразы переводятся как у меня есть, я владею, это в моей собственности. После I've got или I have мы указываем предмет, которым мы владеем. Таким образом мы сообщаем собеседнику, это моё, оно принадлежит мне. Например, I've got a new car или I have a new car. У меня есть новая машина. У сию длинные волосы. То есть, они принадлежат ей, а не её. У них есть дети. Вот здесь мы видим, друзья мои, наконец-то отличия. Если в утверждениях разница была только в том, что тут слово год есть, а тут его нет, то в вопросах и в отрицаниях разница будет существенной. Так как грамматически I have got – это present perfect, то have здесь является не словом «иметь». Have является вспомогательным глаголом. Так как это вспомогательный глагол, естественно, его место перед автором действия в вопросе. Have they got? А вот got – это уже глагол. О глаголе get мы с вами очень подробно говорили в одном из предыдущих юнитов. Если вы забыли, обязательно повторите. Если я буду строить вопрос «У них есть дети?» от смыслового глагола have, то have в данном случае стоит в настоящем времени. А по правилам present simple, чтобы задать вопрос, нам нужно использовать вспомогательный глагол do или does. Со словом they используется do. Поэтому я скажу do they have children. И чем фраза have they got отличается от do they have? По смыслу эти две фразы абсолютно не отличаются, и их используют равнозначно. Тим hasn't got a job. Тим doesn't have a job. Здесь разница точно такая же. Present perfect. Поэтому к вспомогательному глаголу has мы добавляем отрицательную частицу. Present simple. Поэтому к вспомогательному глаголу does добавляем отрицательную частицу. При этом смысловым глаголом в фразе has got является именно год, год, который стоит в третьей форме. А здесь смысловым глаголом является have. На русский язык вот это has и вот это does мы не переводим. То есть в русском языке у нас нет, в общем-то, аналогов вспомогательных глаголов. Есть только какое-то подобие этому в будущем. Например, я буду ездить, буду. Это, в общем-то, вспомогательный глагол в русском языке. Но, по сути, такой вещи, как вспомогательный глагол, у нас нет. How much time have you got? Либо how much time do you have? Сколько у тебя времени? Have you got? Опять же, разница очевидна, да, друзья мои? Чисто из-за того, от какого времени мы строим данное предложение. Но по смыслу они не отличаются. Также можно сказать, что ещё может быть у человека. Можно сказать I've got a headache или I have a headache. У меня головная боль. I've got a toothache. Или I have a toothache. У меня болит зуб. I've got pain. I've got a pain. Или I have a pain. У меня болит. Что болит? Дословно, боль в чём? В ноге, да? I have a pain in my leg. У меня болит нога. Дословно, у меня есть боль в ноге. Вот видите, как англоговорящие люди строят фразу. Фраза строится логически, как и всегда. Потому что того требует логика английского языка. I've got a cold. У меня простуда. Или I have a cold. I've got a cough. У меня кашель. Или I have a cough. I've got a sore throat. У меня болит горло. I have a sore throat. I've got a temperature. I have a temperature. У меня температура. I've got flu. I have flu. У меня грипп. Ну, видите, все эти слова относятся к каким-то неприятным физическим ощущениям, к боли и к болезням. С этими явлениями, да, можно использовать и I've got, и I have. Например, I've got a headache или I have a headache. Have you got a cold? Do you have a cold? Разница, друзья мои, можно сказать в том, что фраза have got употребляется чаще в последнее время, особенно в американском английском. Американцы не любят просто говорить I have. Они любят говорить I've got. Им глагол got очень сильно нравится. Вы уже знаете, что got имеет очень много разных значений, очень многозначный глагол. Вот. И к нему нужно, конечно, присмотреться, друзья мои. Поэтому вот вам еще раз вспоминаю знакомую фразу. Если говорить о прошлом, если вы хотите сказать о том, что у вас что-то было, вы что-то имели, вы чем-то владели, то здесь уже вариант с год отпадает. И мы можем использовать только вариант с have, где have – смысловой глагол, который мы ставим в форму past simple. I had – у меня было. I didn't have – у меня не было. Did you have – у тебя было. Видите, мы меняем had уже по правилам past simple. When I first met you, she had short hair. Когда я впервые встретила Сью, у нее были короткие волосы. She had – у нее были. Она имела. She didn't have – he didn't have any money because he didn't have a job. У него не было денег, потому что не было работы. Я по-русски говорю «у него не было». По-английски я скажу «он не имел денег», потому что не имел работы. В русском языке «он не имел» – это не очень употребляемый вариант. В английском языке такая фраза «didn't have» используется повсеместно. Сначала указываем человека, потом указываем, чем он владел или что он имел, а потом предмет, которому он владел. Не обязательно это будет предмет. Это, как видите, может быть и состояние. Did you have enough time to do anything you wanted? У тебя хватило времени, чтобы сделать все, что ты хотела? Did you have – у тебя было достаточно времени. Did you have enough time? По-русски заменю вариантом. Тебе хватило времени или у тебя было время. По-английски ты имела достаточно времени или имел для того, чтобы что-то сделать. Ещё, друзья мои, важная пометка. Если вы говорите о том, что вам принадлежит сейчас, вам в этом случае не надо использовать форму continuous, present continuous. Если у вас сейчас есть новая машина, не нужно говорить «I am having a new car». Это будет неправильно. Глагол have, когда он обозначает иметь, владеть, он не приобретает форму present continuous. На это стоит обратить внимание. И даже вот в этих ситуациях, которые связаны с болью, вот у меня болит голова. Вроде бы она же сейчас болит, я это сейчас чувствую, но при этом англоговорящие люди почему-то не говорят «I am having a headache». Вот так у них не принято. Они скажут «I have a headache». Несмотря на то, что именно сейчас я имею эту головную боль. Не по жизни, не постоянно, а сейчас. Поэтому обратите внимание на вот эту таблицу. В этом случае, несмотря на то, что симптомы вы испытываете сейчас, вам не нужно ставить «have» в форму continuous. Не нужно говорить «I am having», просто говорите «I have». Достаточно часто «have» входит в какое-то устойчивое выражение, является его частью. Например, «have breakfast», «have a shower». В данном случае «have» скорее всего будет переводиться уже не как «имею», а нам надо будет подбирать какой-то подходящий по смыслу глагол. Если «have» является частью устойчивых выражений, то «have» уже можно менять как угодно по временам, даже в том числе и форму continuous мы можем его ставить. Итак, давайте запомним несколько полезных выражений. «Have breakfast», «have lunch», «have dinner». В данном случае «have» будет обозначать приём пищи. «Кушать». «Кушать завтрак» или «завтракать». «Кушать обед» или «обедать». «Кушать ужин», «ужинать». Обратите внимание, в английском языке «lunch» и «dinner». «Lunch» – это обед, «dinner» – это ужин. Не нужно переводить слово «dinner» как «обед». Дело в том, что «dinner» по времени приёма совпадает с нашим ужином, а «lunch» примерно совпадает с нашим обедом. И пример, да. «Where is Liz?» «She's having lunch». «Где Лиза?» «Она кушает». Вот видите, в данном случае «she is having» мы как раз и поставили форму present continuous. Нам это удобно и с данными выражениями уже можно использовать форму continuous. С «have» при этом, видите, уже не переводится как «иметь», «владеть чем-то», «иметь завтрак», «have breakfast». Это не имеется в виду, что у вас там, я не знаю, мешочек с едой, и вы вот как раз этот мешочек бережно там храните, да, держите его в своей сумочке. Нет, значение другое. Завтракать, обедать, ужинать. Также по поводу приёмов пищи можно сказать «have a meal» – просто кушать. «Meal» – это еда, блюдо. «Have a sandwich» – съесть сэндвич. «Have a pizza» – съесть пиццу. Опять же, «have a sandwich» не переводится как «иметь припрятанным где-то там сэндвич», или «have a pizza» – припрятать где-то кусок пиццы и иметь его при себе, да. «Have» уже будет переводиться с «едой», как «кушать», принимать пищу. «I don't usually have breakfast». Я обычно не завтракаю, но опять пример сюда же относится. Если вы что-то пьёте, вы тоже можете использовать глагол «have». «Have a cup of coffee» – выпить чашку кофе. «Have a glass of milk» – выпить стакан молока. «I had three cups of coffee this morning» – я выпила три чашки кофе этим утром. «I had» – я выпила. Видите, здесь «had» уже переводится не как «имела», а как «выпила». Также можно, если вы не можете конкретизировать вид пищи, можно сказать, например, так. «Have something to eat» или «have something to drink». Что-то съесть, что-то скушать. «Have a biscuit». «Oh, thank you». «Скушай печеньку». «О, спасибо». Видите, я не предлагаю человеку просто её взять и сохранить. Я ему предлагаю скушать. «Have a biscuit», друзья мои. Здесь поделительное наклонение. Надеюсь, по поводу «have» в значении приёма пищи всё понятно. Также хочу вас предупредить. Если вам вдруг захочется сюда поставить «got», «have got breakfast» или «have got a meal», не стоит, друзья мои, так делать. Так никто никогда не говорит. Нельзя говорить «I had got a cup of coffee», например. То есть «have got» сюда не подходит, только «have». «Have got» используется в значении «иметь владеть». Ещё, друзья мои, несколько полезных выражений, где будет использоваться «have». Не «have got», повторяюсь. И «have» не будет переводиться, как «иметь владеть». Мы будем подбирать какой-то максимально подходящий русский глагол другой. «Have a bath» или «have a shower». Принять ванну, помыться под душем. Видите, я перевожу «have» как «принять» или «помыться». «I had a shower this morning». Я приняла душ этим утром. «Head a shower». Видите, «hat» мы опять меняем как нам угодно по временам. Можем его ставить в будущее, в прошлое. Можем выбирать форму «simple» или «continuous». Здесь мы должны просто ориентироваться на смысл. Что по смыслу нам нужно. Если я буду говорить о том, что я сделала такое действие, как приняла душ, я, естественно, скажу об этом в прошлом. «I had a shower». Ещё такие выражения, как «have a rest», «have a holiday», «have a party». Отдыхать, веселиться, идти на вечеринку или принимать компанию друзей. «Have a party». «Party» трудно подобрать хороший аналог на русском языке. «Вечеринка» – это всё-таки собрание молодых людей, которые там веселятся, пьют, музыку слушают, танцуют. Но в английском языке «have a party» может иметь значение просто как «люди пришли к вам в гости». «И у меня гости». В этом случае тоже можно использовать выражение «have a party». «Have» связано с каким-то времяпрепровождением. «We're having a party next week». «You must come». «У нас вечеринка», «на следующей неделе приходили». «Ты должен прийти». «У нас вечеринка» или можно перевести как «Ко мне придут гости на следующей неделе». «I'm having a party». Ещё по поводу времени. «Have a nice time». «Хорошо проводить время». «Have a good trip». «Удачной поездки». «Have fun». «Повеселись». Эти выражения относятся к пожеланиям. Например, я вам скажу. «Enjoy your holiday». «Have a nice time». «Желаю получить удовольствие от вашего отпуска». «Хорошо проведите время». «Have a nice time». И в данном случае «have» будет использоваться как правило в повелительном наклонении. Я вам скажу такое пожелание. «Have a nice time». «Хорошо проведите время». «Have a good trip». «Хорошо отдохните». «Have fun». «Повеселитесь». То есть это пожелание. Что ещё может быть с «have». «Have a walk». «Have a swim». «Have a game». «Have a walk». «Прогуляться». «Have a swim». «Поплавать». «Have a game». «Играть в какую-то игру». Здесь мы переводим существительное подходящим по смыслу глаголам. Здесь, к сожалению, не дано примеров с данными выражениями. Но, например, вы можете использовать так. «I had a walk by the sea yesterday». «Вчера я прогулялась у моря». «I had a walk». Дословно «я имела прогулку». Но, видите, здесь «have» вообще не нужно переводить как «имел». Подбираем подходящий глагол. Или «My friend had a swim yesterday». «Мой друг вчера плавал». Ещё запоминаем такое выражение, как «have a dream» – видеть сон. И «have an accident» – попасть в какой-то несчастный случай, происшествие. Что можно придумать здесь? «I had a wonderful dream this night». «У меня ночью был прекрасный сон». «Был сон». Видите, «have» здесь переводится как «был». «My friend had an accident two weeks ago». «Мой друг попал в несчастный случай две недели назад». «Had an accident» – попал в несчастный случай. Ещё запоминайте такое выражение. «Have a baby» – родить ребёнка. Дословно «иметь ребёнка», но здесь «have» переводится как «родить». «Sandra has just had a baby». «Sandra только что родила ребёнка». То есть она его не пошла, не купила в магазине, она его родила. «She has just had». «Она только что родила ребёнка». Видите, «have» здесь переводится даже в значении «родил». И ещё одно выражение. «Have a look» переводится как «посмотреть». «Can I have a look at your newspaper?» Я могу посмотреть на вашу газету, взглянуть на вашу газету. «Have a look» – взглянуть. При этом после «look» будет использоваться предлог «at». И указание на что же вы смотрите. Итак, как видим, друзья, не только глагол «get» может менять своё значение в зависимости от того, какое слово идёт дальше. То же самое случается с глаголом «have». И это далеко не полный список выражений, которые нужно знать с глаголом «have». Постепенно вы их выучите, друзья мои. Но это, в общем-то, самое основное. И логика здесь ясна. «Haves» – приём не пищи. И вот этот перечень выражений их, конечно же, нужно запомнить. А теперь давайте, друзья, мы изучим ещё несколько примеров, чтобы, как говорится, добить вас окончательно этим глаголом. Можно сказать «I've got a new shower. It's very good». Или можно сказать «I have a new shower. It's very good». В данном случае я имею в виду, что у меня новая душевая кабинка. У меня новый предмет в доме, такой как душевая кабинка. Поэтому здесь я могу сказать «I've got a new shower». «I've got» будет переводиться как «я получил, приобрёл, у меня теперь это есть». Но если я скажу «I have a shower every morning», то я имею в виду, что я принимаю душ каждое утро. Вот человек принимает душ. Уже нельзя говорить «гот». Или, например, «Where is Paul? Где Paul? He's having a shower». Он принимает душ. Вот он как раз в этом процессе, в процессе приёма душа. Разница между «I've got» и «I have», видите, ключевая. Причём мы должны, конечно же, ориентироваться на смысл. Если вы хотите именно указать, что вы получили такой предмет, который вот в чём-то перекликается с данными выражениями, то, конечно, используйте «I've got». И в контексте вас, конечно, все поймут. Если вы хотите использовать устойчивое выражение, используйте устойчивое выражение. И не нужно туда запихивать слово «гот», друзья мои. Я вам говорила о том, что помимо двух перечисленных случаев есть ещё несколько вариантов использования глагола «have». У меня есть урок об этом. Там даны четыре способа использования глагола «have». Обязательно зайдите, посмотрите этот урок. Вот он как выглядит. Всё, что нужно знать о глаголе «have». Не поленитесь, перейдите, посмотрите данный урок. Ну что, друзья мои, мы заканчиваем на сегодня. Надеюсь, материал был вам полезен. Если вы открыли для себя что-то новое, я очень этому рада. Если мы просто с вами повторили информацию, которую мы с вами проходили уже в Unity 9, мы говорили с вами о вспомогательном глаголе «have» в разделе «present perfect» с 15 по 18 июня, мы говорили с вами о модальной конструкции «have to» в Unity 33, о ней, кстати, будет речь в данном уроке. Поэтому всё это нужно, конечно же, знать и не путаться в этом никогда. А теперь, друзья мои, если вам несложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам урок. Если у вас возникли сразу по ходу урока какие-то вопросы, обязательно их тоже выписывайте. Я всегда готова дать вам обратную связь. Также, если вы новичок на моем канале, обязательно подписывайтесь и смотрите ещё больше новых уроков. А я действительно регулярно и постоянно пополняю базу своих уроков для вас, чтобы вы знали английский язык хорошо. Меня зовут Елена Викторовна. Делайте репосты моих уроков, ставьте лайки и ждите новых уроков. До встречи. Goodbye. Bye.